Всем привет, уважаемые друзья! Меня зовут Лев Клинов, это Ростов Спортивный. Итак, чемпионат Европы по гандболу, как вы знаете, завершен. Лучшими стали норвежки, победившие в финале Францию. Даня, оставившая нас без полуфинала, проиграла в матче за третье место Хорватии. А плюс персонально для ростовчан включение Владлены Бобровниковой в символическую сборную Евро. Сборная Нидерландов вместе с Лоис Аббинг ровно год назад не пустила нас в финал чемпионата мира. Так, утешительный матч за пятое место стал для нас хоть как-то принципиальным. Этуюся игру выдала голкипер Ростов-Дона Виктория Калинина, благодаря чему получились такие голы. Юлия Моногарова забросила пять мячей, а все вместе ростовчанки 13 из 33 голов команды. Лоис Абинг, бывший игрок Ростов-Дона, с Калининой в одной команде не играла. Может, поэтому и реализовала целых 10 попыток. Но это все мелочи. Россиянки мощно начали и закончили первый тайм, благодаря чему ушли на перерыв с перевесом в пять мячей 18-13. А после отрыв иногда доходил и до восьми. К тому же случилось историческое событие для олимпийской чемпионки из Ростова. Владлена Бобровникова забросила двухсотый мяч за сборную. А позже попала в символическую сборную турнира, закрыв в ней позицию левого полусреднего. Свои минуты на Евро наконец-то получила Галина Габисова и успела сотворить несколько сейвов. А сборная победила 33-27 и доказала, что поражение от Дании было обиднейшей случайностью. Дальше переходим к другой большой игре футбольной, точнее мини-футбольной. Ведь большой футбол на паузе, а в мини Ростов еще побеждает. В последнем домашнем матче года переиграть удалось дублеров команды «Газпром-Югра». С самого начала хозяева были ближе к забитому мячу, чего стоит только передача через всю площадку Алексея Саблина на Дмитрия Тренкунова, который в касание решил перебросить югорского кипера, но попал в перекладину. Дальше Вячеслав Белянский в контратаке накрутил нескольких соперников, но ударить не позволил вратарь. Добавлял Алексей Скрябин и снова в перекладину. А вот с острого угла после розыгрыша углового Вячеслав Белянский приложился хлестка и от ноги защитника мяч срикошетил в ворота 1-0. Правда, тут же рикошет от самого Белянского помог гостям счет сравнять. Но игрока нашего не расстроил. Да нет, не повлияло. Ну бывает, что сделать. В начале второго тайма югорцы забивают первыми, убежав в контратаку, а следом повезло уже нашим. Опять автогол в те же ворота. А Дмитрий Тренкунов на 42-й минуте практически получил передачу от своего вратаря Владимира Шипилова и оформил чужому гол в довольно обидном стиле. Был разговор на разжевалке на перерыве. Мы сделали неплохой первый тайм. Я сказал просто, если мы не добавим второй, мы точно проигрываем. Поэтому был такой требуем. Ребята могли это понимать. У нас были очень хорошие обороны в первый тайм, но второй она намного больше. Поэтому заслуга ребят – это победа. Дальше в ход пошли стандарты. Мы пропустили со штрафного, а забили с пенальти. Вячеслав Белянский исполнил 6-метровый удар с видимой легкостью. Гости еще раз сравняли счет, когда мы оборонялись в три полевых. Но итоговый мяч, сместившись ближе к центру с 12 метров в дальний угол, забил лучший игрок встречи Вячеслав Белянский. 5-4. Последний матч года с последней по результатам командой Лиги Ростов сыграет в Уфе с Алгой. Теперь гребли. Не пугайтесь. Гребли спортсмены не на ледоколах, а в помещении. Кубок Ростовской области в дисциплине гребля-индор. Федерация провела для действующих спортсменов и ветеранов в нескольких категориях. А для гребцов до 18 лет турнир проходил онлайн. Сначала мы подгребли к ветеранскому турниру дистанции 2, 250 и 500 метров. Среди стартовавших президент Федерации гребного спорта области Сергей Мелехов. Вы скажете, молодой. Но у ветеранов здесь представлены три возраста. 27-40, 41-50 и 51+. Слушайте, ну все ребята молодцы. Видно, что если у людей еще после того, как они закончат заниматься спортом, остается желание дальше участвовать и тренироваться. Это значит, вот этот спортсмен, когда был молодым, он еще остается внутри. Он хочет дальше добиваться. Это здорово на самом деле. И наша одна из основных задач – это восстановить тоже ветеранское движение, любительское движение гребли. Чтобы люди, которые закончили или которые никогда не занимались этим видом спорта, могли прийти и попробовать себя. Президент на дистанции в четверть километра остался третьим. А чемпионом с отрывом от него в 2,5 секунды стал чемпион России по молодежи Кирилл Бирюков. Его время – 37 секунд. Мастер спорта сравнил для нас греблю на лодке и на тренажере. Немножко другая работа. Там, помимо того, что нужно прикладываться физически, нужно еще и технически большой багаж на них прикладывать, для того, чтобы правильно пустить лодку, весла, правильным образом действительники. Немножко это отходит на второй план. И нужно просто как правильным образом выдержать свой результат на протяжении всей дистанции. Ну и показать свой максимум. Спортсмены до 18 лет гребут в онлайне. Такой формат еще некоторое время назад никто и представить не мог. А сейчас он обкатывается достаточно успешно. Как выступает на первых за долгое время официальных стартах Татьяна Горбенко. Перворазрядница из училища Олимпийского резерва тысячу метров преодолела за 3 минуты 34 секунды и 3 десятых. А дистанцию вдвое длиннее за 7,27. Что позволило первенствовать дважды и стать лучшей по итогу. На лодке ты чувствуешь воду, ты чувствуешь, как идет лодка. А на концепте ты просто идешь по своим цифрам, ну ощущения разные. Ну сейчас на концепте нравится больше, чем на воде, но на воде, так сказать, свои ощущения. То есть ты бегешь, но на воде лодка бегет. Такие же двойные победные ощущения у победителя среди мужчин Никиты Демченко. Воспитанник пятой спортшколы по 4 секунды привез ближайшему преследователю и на километре, и на двух. Но в отличие от Татьяны, Никита провел в усеченном спортивном году много стартов и успешно. Я стал призером большой московской регаты, стал призером чемпионата России. И вот сейчас вот и победитель первенства России, которое было в начале октября. И сейчас уже под конец сезона вот выиграл Кубок Ростовской области. В главных заездах приняли участие 60 сильнейших спортсменов-академиков. И напоследок к баскетбольному дерби Ростов-Дон-Юфу пересветы. Началось оно для пересвета сокрушительно 3-16. Ну что тут скажешь. Хотя локальным успехом для дебютантов стал выигрыш второй четверти. А весь матч с чемпионками на высоком уровне провести очень сложно. Первая результативная атака на счету Анны Зайцевой. Проход под кольцо мимо подборы уже со средней дистанции исправления ошибки. Тут же Аня подбирает под своим счетом, разгоняет атаку и бросает не точно. Но вновь забирает подбор и выдает голевую на Юлию Гробовскую, которая забивает с фоллом. Пересвет набирает первые очки только при счете 0-7. И делает это бывшая пантера Гульнас Сераева. В начале мы немножко растерялись, нам навязали свою игру наши соперники. И мы вместо того, чтобы играть свою игру, начали подстраиваться под них. Во второй четверти и в третьей мы немножко собрались, что было, я думаю, видно неовороженным глазом. Катя Воронина достает свой револьвер для дальних целей и из 8 выстрелов попадает в итоге 5. В первой четверти Ростов-Дон-Юху делает разницу, которую уже сложно будет отыграть. 24-10. Девчонки показывают классный баскетбол в последнее время, да и до этого, в принципе. Но прям приятно наблюдать за тем, какие моменты они показывают. И индивидуально, и командно. Вот так они прям начинают чувствовать их друг друга. Это прям приятно посмотреть. Поэтому много моментов, которые хочется подметить и все-все-все показать. Уже в первой половине Зайцева могла оформить дабл-дабл, но в графе подборы остановилась на цифре 9. А вот спортивная улыбка Кати Ворониной после очередной трехи. Но и хозяйки стараются соответствовать и даже умудряются набрать на один балл больше во второй четверти. Марина Вангели, главный тренер Пересвета, берет тайм-ауты, а вот ее визави Дмитрий Федосеев на непривычной для себя в родном зале скамейки ни одной минуты не использовал. Ну, безусловно, непривычно. Но поскольку мы эту скамейку занимаем в любой выездной игре, то с точки зрения поворота головы, куда вращать, без разницы. А так, да, выходишь из раздевалки, и так, где там моя скамейка, конечно, привычнее. Это же родной зал и родные скамейки. Поэтому, да, некоторые такое ощущение не дискомфорта, а потери ориентации. В последней четверти чемпионки забывают о том, что против них земляки начинают межевание территории по полной. Еще плюс 11 за 10 минут, и пора подводить итоги. Опять может быть мечта о повышении до премьер-лиги. Меня радует стабильность нашей команды. Уже на протяжении многих лет мы лидируем в чемпионате Суперлиги-1. И это, как говорится, показатель мастерства, что мы не опускаемся ниже, ну, к сожалению, наверное, не поднимаемся выше. Но, может быть, это та нища, которую мы должны занимать, я еще не знаю. Потому что решения на уровне правительства Ростовской области принято не было. А пока ростовчанки побеждают ростовчанок. 87-59 и отправляются на каникулы, чтобы уже через 10 дней снова собраться. Чемпионат продолжится 9 января двумя домашними играми. Пересвет ждет Ставропольчанку, Ростов-Дон-Юфу, МБА-2. А на этом я прощаюсь с вами, друзья. Будьте здоровы, спасибо за внимание. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова